Давайте перейдем к теме флешмоб. Мы думали назвать эту передачу флешмоб отрезанных голов или что-то в этом духе, но на самом деле это ничуть не смешная тема, потому что все, наверное, наблюдают за историей. Мы с прошлой недели наблюдали историю за похищением жены судьи, которая сейчас проживает в Нижнем Новгороде, Заримы Мусаевой, и как ее просто чеченские какие-то бандиты, которые говорят, что они на самом деле правоохранительные органы, они похитили жену федерального судьи, судью в отставке. А судья в отставке-то он все равно имеет статус неприкосновенности, вот его прямо в квартиру вломились, похитили для того, чтобы, очевидно, вот они судью еще эти бандиты не могли взять, и поэтому они взяли родственника. Родственник, что, чем, собственно, почему они в эту семью-то ворвались, потому что сын Заримы Мусаевой, я буду читать, чтобы никак не ошибиться, Абубакар Янгулбалаев, Янгулбалаев, даже я читаю, Янгулбаев, Янгулбаев, он, по мнению чеченских силовиков, ведет телеграм-канал 1АДАТ, и, по мнению Кадырова, и вот, где там публикуется информация, Ну, на самом деле, я почитал достаточно такой агрессивно распространяющий информацию канал, но обычный, в нормальной политической борьбе, ничего там страшного не публикуется на самом деле, Но и сам Янгулбаев это отрицает и говорит, что не он ведет этот канал, но, тем не менее, вот за этот телеграм-канал Кадыров и его подопечные выкрали прямо жену федерального судьи, И сделали это не то, что даже вот я удивлялся, что кто-то, Екатерина Шульман, по-моему, да, сказала, что это соответствует нормам ОПК, конечно, она ошиблась, тут ничего страшного нет, ошибаются, бывает и каждый человек, но просто выкрали, а потом сфальсифицировали еще уголовное дело, И теперь и на сына, на Абубакара Янгулбаева заведено уголовное дело, и на мать завели уголовное дело, то есть ее сначала вызвали как свидетеля, а потом придумали административное дело, Типа она уклонялась от похода, какой поход? К следователю, и теперь еще за покушение, за покушение на жизнь и здоровье сотрудников, за применение насилия в отношении представителя власти, якобы она, вот эта женщина в возрасте, якобы она кого-то там из полицейских повредила, Но видно на видео эти записи, как ее вытаскивали, их уже много раз показывали до меня, и Волков раньше был в эфире, и Мелов показывали, что там, конечно же, никакого применения насилия нету, но потом начался какой-то абсолютный трэш, Который я не могу описать, кроме как, ну просто разгул бандитизма, который мы сейчас и посмотрим, и попытаемся проанализировать, потому что, ну во-первых, они сначала завели уголовные дела, И Кадыров там выступил с заявлением, что не только на семью Заремы Абубакара и федерального судьи Сайди бывшего нужно завести уголовное дело, но и даже на членов Совета по правам человека, на Елену Милашину и на Каляпина нужно завести уголовные дела, Потому что они сотрудничают с этой семьей, ну это члены Совета по правам человека, поэтому понятно, что они поддерживают всех людей, в отношении которых нарушается право человека, но, а дальше он их просто, вот этих членов Совета по правам человека, обвинил в пособничестве терроризму, давайте посмотрим, как это было, у нас коротенький ролик, на 30 секунд, 40 секунд. Провожденный органом, спецслужбам, почему вы до сих пор, Дон, не возбуждаете уголовные дела против Каляпина и Милашина, Дон, против новой газеты «Дождь», они же, вам факты, больше какие факты нужны, что они являются террористами, способниками террористами, Дон? Куда вы смотрите? У нас, в Чеченской республике, каждого подозревали, Дон, и задерживали, Дон, считались способниками, Дон. До сих пор определенных нам генералов нет доверия к нам, Дон, еще, Дон. Мы тут смеемся над словом Дон. Да, и, но, на самом деле, вот, обвинить членов Совета по правам человека при президенте пособниками террористов и призвать завести на них уголовное дело просто на ровном месте. Ну, вот такая политическая культура. Но затем дальше выступил депутат Государственной Думы Дилимханов, и он вообще напрямую стал угрожать расправой семье федерального судьи, и вот его речь перевели на русский немножечко, давайте посмотрим на минуту 50. Субтитры предоставлены. 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 И дальше уже началась переписка, переписка, перебранка публичная с пресс-секретарем Усатом Прихвестневым из Кремля, я говорю про Дмитрия Пескова, который сказал, что мы ничего, вот депутат заявляет, что мы будем отрезать голову, там руководители региона заявляют, что мы будем отрезать голову, но давать оценку действиям депутата, это не наша функция, это функция Государственной Думы и комитета, который занимается этикой, мы в этот процесс мешаться не хотели бы. Что вообще происходит? Какой-то театр абсурда, что, знаете, депутат просит отрезать голову, но это же мы не будем вмешиваться. Ну и что? Президент вообще-то гарант конституции, где жизнь... А до этого мы обсуждали, что Министерство культуры будет выдавать предписание о том, как нужно себя вести и что такое традиционные ценности. Вот это традиционные ценности. А террорист и экстремист Алексей Навальный, который на учете стоит как террорист-экстремист. Ну, это же бред, и в самой Госдуме даже никто не прокомментировал, а где комитет-то по этике, который там высказывается по каждому чиху, по там вот всякие клишесы, Климовы по иностранному вмешательству, все, языки куда-то спрятали они. И дальше происходит вообще смешная ситуация. 2 февраля... 2 февраля... 2 февраля Песков заявляет, что никакой встречи Путина и Кадырова не планируется. И тут, как бы вот, наплевав на слова Пескова, особенно поиздевавшись над Песковым, явно у них какие-то противоречия, Кадыров выкладывает видео с кремлевскими звездочками, типа, иду на встречу, на добрую встречу с Владимиром Путиным, и давайте у нас есть коротенькое видео этой встречи. Докладываю. Мобильный репортер ЧГТРК Грозды, Рабдан Каруда. Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, он, как всегда, поддержал. У нас были острые вопросы, которые, как всегда, была нужна личная участие президента. Сейчас, по его поручениям, прибыл в правительство. Сейчас, если получится, да, если, Вишний Аллах, зайду к председателю правительства, потом с заместителем, министром, вот так дальше будем стараться длежать острые вопросы. Наш многоуважаемый президент, господин Владимирович, всегда поддерживает нас, но мы этому рады. Служа, да, народу, служим президенту, да, на все сто процентов. Ну, ты угрожаешь отрубить голову какому-то человеку, и тебя сразу же принимает президент. И, может, тоже, не знаю, может, мне нужно кому-то поугрожать отрезанием головы, чтобы Путин принял, чтобы тоже поговорили с Путиным. Ну, и, видимо, так это работает, там, с Талибаном, вот, они встречаются, а как иначе? И из-за этого семья Янгулбаевых должна была выехать из России, они были вынуждены покинуть Россию. И он с АДИ, отец, глава семейства, сказал, что в этой стране нормальным людям, у которых есть принцип справедливости, у которых есть гордость свободного человека, нет места. Спасибо Путину за это, потому что он прекрасно понимает, что все это организовал Путин. Давайте посмотрим, что сказал федеральный судья в отставке. Вот так закончилась моя история в России, наверное. Я, правда, сожалею, никуда в жизни не уезжал за границу, никогда в жизни был патриотом. В этой стране нормальным людям, у кого есть принцип справедливости, гордости, свободного человека, нет места в этой России. Поэтому, наверное, мне тоже придется с семьей куда-то уехать. Спасибо Путину. Видно, с какой болью сердце он это говорит. Видно, что происходит. И понятно, что его жену взяли в заложниках. Я понимаю эту ситуацию и понимаю, как ему тяжело. Но в итоге он должен выехать из этой страны. Напомню, а за экстремизм, терроризм, сидит Чанышева, Ксюша Фадеева, бывший координатор. Вот просто хрупкая девушка, которая водит в наручниках. А вот террористы разгуливают просто на свободе в чистом виде. Я там хочу аналитически сказать. Понятно, что Путин дал Кадырову абсолютный карт-бланш на все действия по отношению на территории Чечни, по отношению к любому чеченцу. Поэтому он воспринимает, типа, я хозяин, я могу распоряжаться этим народом. Он живет в культуре какой-то средневековья, он считает, что это нормально. Но я напомню, что все происходит и еще, потому что на самом деле народ Чеченской республики, его же просто еще обворовывают. Сам же Кадыров сказал, что на Чечню тратится 370 миллиардов рублей в год. Вот представьте себе, на Чечню из федерального бюджета, из того, что должно распределяться на всю Россию, тратится 1 миллиард рублей в день. Вот просто представьте, день прошел, 1 миллиард на Чечню пришел. Хочется спросить людей, просто проживающих на территории Чеченской республики, а до вас хотя бы какая-то часть из этого миллиарда, кроме приближенных Кадырова, доходит вообще. Ну вот хоть что-то из этого доходит. И мы видим вереницы кортежей из Роллс-Ройсов, из Бентли, из кадыровских свадеб. Это мы считаем, это вы считаете нормальным. Это на самом деле, этот вопрос хочется задать каждому россиянину. Вот те, кто такого еще ватного склада ума, вот за те 20 лет прекрасного путинского правления. Вот мы много раз слышали, Газпром национальное достояние, нефть это достояние каждого гражданина страны. А вот вас, вам лично из этого достояния хоть что-то, хоть раз за эти 20 лет досталось. Вот лично вы для себя приобрели хоть какую-то выгоду, что вы живете в одной из самых нефтеносных и газоносных стране в мире. Вот хоть какую-то прибыль вы для себя лично извлекли, вы почувствовали это, вы хоть заработали что-то, что пришло как, ну, в Саудовской Аравии есть какие-то бюджеты, есть какие-то дополнительные гарантии. В Норвегии есть огромные бюджеты на каждого гражданина подданного страны. Есть это все в таких даже странах, которые не являются демократиями и близко. Типа тот же Саудовская Аравия, Кувейт и Арабские Эмираты. Вот для себя вы что-то приобрели, по миллиарду в день тратится на Чеченскую Республику. Куда это уходит? Вот наше из отдела расследований Олег Емельянов опубликовал часы сына Рамзана Кадырова, который просто ходит в школу. Часы за 36-37 миллионов рублей, это просто поход в школу, у него там не одни часы, потом начали появляться фотографии с другими, такие же часы, как у Пескова. Вот это просто, ну, что ему, ну, золотая безделушка, просто попонтоваться за 36 миллионов рублей. Ну, а почему бы нет, когда ты в твою, вот в твой золотой сундук твоего же дворца приходит просто по миллиарду в день? Я далек от мысли о том, что Путин встретился с ним, как-то его приструнить, это также показали. Наверняка там есть какие-то свои подтексты. Мы видели сегодня, как в расследовании Конфликт Интеллиженс Тим показано, как войска, в том числе и батальона Север, это же Кадыров, у него есть собственная армия, единственный глава региона, у которого есть собственная армия. Вот она выехала за пределы Чеченской Республики, что бывает крайне редко. Скорее всего, они обсуждали эти вопросы, и Путин, а по вопросу семьи Янгубаевых, там просто какой-нибудь был разговор, да, нормально, я же тебе дал Чечню, это твой регион, твоя земля. Вот я Кемеровскую область отдал на руководство своей двоюродной племянницы, ну и все хорошо, и вот так же твоя Чечня, твой чеченский народ, твоя казна, и у тебя вот бюджет, давай мы договоримся, по ярду в день мы тебе будем закидывать, но ты просто вот давай исполняй. Договорились они наверняка для, там, моем видении о каких-то других вопросах, которыми Путин на самом деле живет, но все это происходит из-за нищеты, из-за нищеты в том числе чеченского народа. Люди там живут отнюдь не счастливы, не богаты, и они это прекрасно знают, кроме них это никто не знает. Но, в общем, такое, такое, мое видение этой ситуации в Чечне лучше пока не будет, и, конечно же, все зависит от Путина. Все эти режимы, режим абсолютно бандитский преступный режим Кадырова, режим Лукашенко, все диктаторские режимы, подавление протестов в Казахстане, это все связано с Путиным, и Путин это глобальная угроза в демократическим ценностям, свободе и просто нормальной жизни россиян, русских людей в России и везде.